Приготовление к концу Я видела, что они погибали, и что рука Господня была посреди них, разделяя и рассеивая их во время жатвы, дабы те драгоценные души, которые были введены в заблуждение, могли прозреть и осознать свое истинное состояние. И теперь, когда вестники Господни раскрывают перед этими людьми истину, они готовы выслушать, увидеть ее красоту и гармонию, оставить свои прежние связи и заблуждения, принять драгоценную истину и твердо ее отстаивать. Я видела, что противящиеся субботе Господней не могут, основываясь на Библии, доказать, что наши взгляды неверны. Поэтому они стараются опорочить и оклеветать тех, кто верит в истину и возвещает о ней. Многие из тех, кто когда-то были добросовестными христианами, любили Бога и Его Слово, впоследствии настолько ожесточились, отвергнув свет истины, что не колеблясь, представляют в ложном свете и несправедливо обвиняют тех, кто любит Святую Субботу, всякий раз, когда у них есть возможность запятнать доброе имя людей, бесстрашно возвещающих истину. Но все эти происки не способны остановить дело Божье. Подобный образ действий, ненавидящих истину, зачастую служит тому, что у некоторых открываются глаза, и они начинают различать, где правда, а где ложь. Все драгоценные души будут найдены и собраны. Ибо Господь простер руку Свою, чтобы возвратить себе остаток народа Своего и чудесным образом закончить дело Своё на земле. Нам, верующим в истину, следует быть очень осторожными, чтобы не дать повода злословить наше доброе имя. Каждый свой шаг мы должны сверять с Библией. Ибо ненавидящие заповеди Божьи будут радоваться любой нашей оплошности или ошибке, как это было уже в 1843 году. 14 мая 1851 года я увидела в видении красоту и великолепие Иисуса. Созерцая Его славу, я не могла даже помыслить о том, что когда-нибудь мне придётся удалиться от лица Его. Я увидела свет, исходивший от славы, окружавший Отца. И когда Он приблизился ко мне, моё тело вострепетало и задрожало, словно лист. Я подумала, что если Он коснётся меня, то я не останусь в живых. Но свет миновал меня. Тогда я смогла составить некоторое представление о великом и страшном Боге, с которым мы имеем дело. Я уразумела тогда, какие далёкие от истины понятия о святости Божьей имеют некоторые верующие. Как часто они в суе поминают Его святое имя, не отдавая себе отчёта в том, что говорят они о Боге, о великом и страшном Боге. Во время молитвы многие употребляют небрежные и непочтительные выражения, которые огорчают кроткий дух Господа. И потому их моления не достигают неба. Я видела также, что многие люди не понимают, какими они должны быть, чтобы устоять во время скорби, живя пред очами Господа без первосвященника во святилище. Я видела, что многие братья пренебрегают столь необходимым приготовлением и ожидают времени от рады и позднего дождя, который якобы сам приготовит их к тому, чтобы устоять в день Господень и жить пред Его лицом. Я была поражена, когда увидела, как много людей во время скорби остались без убежища. Они пренебрегли необходимым приготовлением и поэтому не могли получить от раду, которую должны иметь те, кто будет жить пред лицом Святого Бога. Люди, отказавшиеся слушать пророков и очищать свои души через послушание истине во всей ее полноте, но обольщающие себя тем, что их положение намного лучше, чем оно есть в действительности, доживут до времени излития язв и тогда уразумеют, что им нужно было избавиться от шероховатостей и изъянов, прежде чем стать живыми камнями в строении Божьем. Но тогда у них не будет уже ни времени, ни ходатая, который бы заступился за них пред отцом. Перед наступлением времени скорби торжественно было провозглашено. Неправедный пусть еще делает неправду, Нечистый пусть еще сквернется, Праведный, да творит правду еще, И святый, да освящается еще. Я видела, что отрада была недоступна тем, кто не одержал победы над всеми своими искушениями, над гордыней, себя любием, любовью к миру, над всяким недобрым словом и поступком. Поэтому нам надо стремиться все к более и более тесному общению с Господом и серьезно готовиться к тому, чтобы устоять в битве в День Господень. Будем же помнить о том, что Бог свят, и никто, кроме святых существ, не может вечно пребывать в Его присутствии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok